МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ленинском округе определён поставщик нефтепродуктов в рамках кампании по Северному завозу-2016. По результатам конкурса поставку дизельного топлива, бензина, технических масел и смазок будет осуществлять Ненинская нефтяная компания, снизившая начальную цену контракта на 11 млн. рублей. Итоговая сумма договора, который компания заключит с муниципальным предприятием Севережилкомсервис, составляет 500 млн. 700 тыс. рублей. Помимо предложенной цены, учитывалась квалификация участников конкурсов и опыт поставки продукции в населённые пункты НАУ за последние годы. Поставка нефтепродуктов будет выполнена в сёла Коткино, Великовисочное, Оксино, Ома, Нижняя Пёша, поселки Харивер, Харутан, Нельминос, Индиго, Каратай, Коварник, Устькара, Бугрино, деревни Щелино, Тошевска, Устье, Анди, Куя, Осколково, Чижа, Кия, Макарова, Пылемец и Лабожское. В соответствии с контрактом в поселение НАУ доставят 9 330 тонн дизельного топлива, почти 122 тонны автомобильного бензина марки «Регуляр-92», свыше 105 тонн дизельных масел и смазок. Срок поставки определён до 1 сентября 2016 года. Новые месторождения углеводородов НАУ можно искать с помощью лазерного сенсора. Такое ноу-хау предлагают учёные из Всероссийского научно-исследовательского георазведочного института. Инновационная разработка заключается в проведении лётных испытаний над разрабатываемыми месторождениями и на перспективных площадях на территории округа. По мнению представителей научно-исследовательского института, данная система аэропоиска углеводородов будет востребована недропользователями Ненецкого округа. Встречу с представителями института провёл глава Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Олег Белак. Комплекс «Лидар» представляет собой оптико-электронное устройство с лазерным сенсором, предназначенное для оперативного дистанционного выявления локальных концентраций углеводородных газов над залежами нефти и газа. Стороны договорились провести натурные испытания лазерного комплекса на территории НАУ после согласования с нефтегазодобывающими компаниями. Вице-губернатор НАУ Олег Белак предложил привлечь для проведения опытно-поисково-съёмочных работ ресурсы Наринмарского объединённого авиаотряда. От представителей Венегри последовало и ещё одно предложение. Предлагает разработать инвестиционный план перспективных нефтегазоносных районов. Пока у нас это, скажем так, в таком рабочем варианте, думаем провести встречу здесь с нашими компаниями, недропользователями. Это именно как инвестиционный на те участки, которые не распределены. То есть они готовят бизнес-модели, они готовят модели геологических структур. То есть это такая вот совместная работа. Данный план включает разработку атласа месторождений и перспективных локальных объектов на участках нераспределённого фонда недрокруга, подготовку экспертных заключений по вопросам эффективности проведения георазведки в регионе, создание полигона для инновационных технологий в области топливно-энергетического комплекса. Более 58 миллионов рублей задолжали предприятия округа своим работникам. Задолженность по заработной плате имеют четыре организации, причём одна из них не рассчитывала со своими сотрудниками с 2014 года. О причинах и сроках погашения положенных выплат руководители предприятий доложили на межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений. Наибольшую задолженность по заработной плате перед работниками имеет акционерное общество «Наринмарсейсморазведка» – более 49 миллионов рублей. 747 человек до начала марта не получали положенного вознаграждения за труд. 2 марта организация с работниками рассчиталась. Однако вскоре задолженность возникнет вновь. Всё дело в особенностях договоров с заказчиками. На сегодняшний день договорные отношения с заказчиками поставлены таким образом, и нам их, к сожалению, не изменить, что они хватят по прошествуя 60 дней по выполнению работы. Так компания сдала объекты в конце января и феврале, а деньги получит только в конце марта и апреля. Авансов заказчики также не выплачивают. Отсюда и систематическая задолженность перед сотрудниками. Первый заместитель прокурора округа напомнил – за это руководитель компании несёт административную и уголовную ответственности. В связи с своими нарушениями в 2015 году руководители уже названных организаций неоднократно привлекались к политичным вопросам ответственности, и в 2015 году, благодаря принятым мерам, удалось выгласить заработную плату указанной организацией на сумму более 300 миллионов. Второе – по сумме задолженности предприятия «Наринмарстрой». 218 сотрудников не получили за 2016 год заработную плату на сумму около 4,5 миллионов рублей. Также организации полагается выплатить 2 миллиона 800 тысяч выходных пособий. Представитель компании объяснил это задержкой выплат от заказчиков. Так, строители в декабре сдали работы по дому в посёлке Искателей. Однако положенных 4 миллионов от «Строй универсала» всё ещё не получили. На сегодняшний день, насколько я осведомлён, у «Строй универсала» нет этих денег. Хотя от «Заполярного района» он их получил. В связи с этим мы не можем получить нашу дебютовку. Дополнительно мы ждём оплаты со стороны «Наринмарстрой инвеста» порядка 2 миллионов рублей. Я надеюсь, что они придут на этой неделе. Часть задолженности погасит уже на этой неделе. В общей сложности акционерному обществу задолжали более 30 миллионов рублей. С некоторыми заказчиками «Наринмарстрой» ведёт судебное разбирательство. Ближайшая сдача объекта, по которому ожидается оплата, запланирована на май. Найти средства на выплату зарплаты стройпредприятие может путём продажи своих квартир. Но на сегодня судебные приставы наложили запрет на все объекты собственности компании. Причиной стали коммерческие и налоговые долги на общую сумму более 80 миллионов рублей. Замкнутый круг попробуют разомкнуть переговорами Федеральной службы судебных приставов с прокуратурой округа. Результаты будут известны 20 марта на следующем заседании комиссии по легализации трудовых отношений. Глава региона Игорь Кошин поручил контролировать рынок труда в ежедневном режиме. Трудоустройство местного населения должно быть задачей номер один для целого ряда профильных заместителей. Так, Олегу Белаку поручено отвечать за увеличение числа вакансий от недропользователей и их подрядчиков. За формирование кадрового резерва будет отвечать Михаил Васильев. Ниналья Семяшкина поручила контролировать состояние рынка труда в ежедневном режиме. У нас есть определенные кадровые проблемы, и мы должны в первую очередь решать за счет жителей округа. Особенно учитывая ту ситуацию на рынке труда. Вот, Ниналья Алексеевна, вы продолжаете прямо в ежедневном режиме контролировать рынок труда. Только малейшее отклонение сразу мне докладываете. Хорошо? В сторону напряженности. Галине Медведевой поручено наладить процесс подготовки востребованных рабочих специалистов, имеющих практические навыки. В частности, речь идет о получении лицензии профтехучилищем для подготовки специалистов, необходимых региону. Пусть получают лицензию, переформатируются и готовят востребованные специальности. На сегодняшний день там 80 с чем-то вакансий появилось. Здесь, значит, это просьба, Олег Анатольевич, докладывайте, сколько занято непосредственно жителями округа, да, по факту. Вот. И по этим вакансиям, Галина Бориславовна, делайте уже срез и готовим, исходя из этих курсов. Я не думаю, что будет большое отклонение. Сотрудники центра занятости, отметил глава региона, должны не только помогать с поиском новой работы, но и оказывать нашим жителям моральную поддержку, давать полную картину по состоянию рынка труда и возможностям обучения. По состоянию на 1 марта в центре занятости НАУ зарегистрировано 621 безработный. Количество предлагаемых учреждениями и предприятиями вакансий – 291. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 3 человека на вакансию. Это были все новости к этому часу. Итоги дня подведем, как обычно, в 20.00. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...